добрый вечер дорогие друзья это программа новое зрение программа для вас программа о жизни которая должна быть замечательной у каждого человека сегодня разговор пойдет о том как не ослепнуть имея такое серьезное заболевание глаз как катаракта и как избавиться от этого коварного недуга я хочу представить вам мою гостью светлану алексеевну шарафанович врача офтальмолога высшей квалификационной категории заведующая хирургическим отделением микрохирургии глаза клинике новое зрение в бресте светлана алексеевна шарафанович врач офтальмолог высшей квалификационной категории заведующая хирургическим отделением микрохирургии глаза в городе бресте стаж работы в офтальмологии более 20 лет, сфера профессиональных интересов, диагностика гласной патологии, катарактальная хирургия, хирургия глаукомы, хирургия косоглазия, эстетическая хирургия ВЕК, участник республиканских и международных артемиологических конференций, член Белорусской ассоциации врачей, отличник здравоохранения Республики Беларусь. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Поскольку мы, встречаясь уже не первый раз, говорим о катаракте, значит, эта проблема весьма насущна. У миллионов людей в мире катаракта стала причиной полной слепоты. Что тут скажешь против факта? Вещь плохая катаракта получилась у меня буквально в рифму. Так что же такое катаракта и каковы причины ее возникновения у человека? Самая распространенная причина снижения зрения в возрасте после 40 лет, как вы правильно сказали, это катаракта. Катаракта или катарактис в переводе с греческого обозначает водопад или не спадающий, то есть человек с катарактой видит, как через мутную воду. Самая распространенная причина снижения зрения или катаракты в 90% это естественные возрастные изменения в организме, то есть нехватка питательных веществ, микроэлементов, витаминов, системные эндокринные нарушения, связанные с возрастом. Хрусталик в здоровом глазу фокусирует изображение на сетчатке, которое затем преобразуется в нервный импульс и передается в головной мозг. Здоровый хрусталик эластичный и может приспособлять зрение или аккомодировать на различные расстояния вблизь и вдаль. Не секрет, что у каждого шестого человека после 40 лет возникают оптические уплотнения в хрусталике, то есть предвестники катаракты. Хрусталик – это двояко-выпуклая природная линза в глазу, расположенная в области зрачка за радужкой. Рассмотреть начальные изменения в хрусталике можно только с помощью специального оборудования щелевой лампы. Светлана Алексеевна, а каковы симптомы этого заболевания? Давайте проговорим их нашему зрителю, чтобы зритель был на чеку. Как правило, симптомы катаракты развиваются очень медленно, очень редко, когда катаракта развивается внезапно и быстро. Первые симптомы – это снижение четкости и ясности зрения в яркую погоду или при тусклом освещении, ухудшение зрения на близком расстоянии, двоение, ореол вокруг ярких предметов и так снижение зрения вплоть до полной слепоты. Чем ближе к оптической оси глаза помутнение в хрусталике, тем больше выражено снижение зрения. Помутнение хрусталика на периферии или в экваториальной зоне могут остаться пациентам незамеченной какое-то время. Светлана Алексеевна, но в клинике новое зрение ничего не остается незамеченным. Прекрасная диагностика выявляет любые отклонения от нормы. Смело можно утверждать – от катаракты избавиться можно. Светлана Алексеевна, каковы современные технологии лечения этого заболевания? Современная хирургия катаракты 21 века заразительно отличается от подходов лечения в 20 веке. Если раньше катаракту нужно было зреть, операция делалась через большой разрез, наложением шва, имплантировала жесткая линза, восстановительный период длился недели и даже месяцы, то современная хирургия катаракты – это высокотехнологичная, амбулаторная, безболезненная, малоинвазивная манипуляция. Бесшовная хирургия катаракты предполагает разрезы или проколы 1,2-2,2 мм, через которые силой ультразвука и потока сбалансированных специальных растворов эмульгируется, а затем аспирируется содержимое капсульной сумки измененного хрусталика, инжекторной техникой имплантируется гибкий искусственный хрусталик. Разрезы глаза герметизируются и самоадаптируются без наложения швов. Такая хирургия предполагает быструю реабилитацию от нескольких дней до месяца. Отсюда следует, что чем меньше изменения в хрусталике, тем легче проходит операция, быстрее и качественнее восстанавливается зрение в послеоперационном периоде. Виталий Антоненко, заведующий хирургическим отделением клиники «Новое зрение» город Минск. Врач-офтальмолог высшей категории. Стаж более 20 лет. Клиническая ординатура по офтальмологии. Сфера профессиональных интересов. Функциональная диагностика сложной глазной патологии. Катарактальная хирургия. Современные методы лечения глоукомы. За время работы выполнил более 25 тысяч операций. Является постоянным участником международных и республиканских офтальмологических конференций и конгрессов. Операция для пациента переносится очень легко. То есть, хотя все мы живые люди, мы боимся врачей, мы боимся, что нам что-то будут делать там больно, неудобно и прочее. На сегодняшний день операция проводится амбулаторно. Операция проводится через прокол всего лишь 2 мм. Глазу удаляется хрусталик, имплантируется линза, и пациент после операции уходит домой. На следующий день он просто к нам приходит, смотрится. Это все не страшно. Бояться этой операции не нужно. И когда у человека уже стоит диагноз, что у него катаракта, то это уже показания к операции. К сожалению, никаких лекарств, каких-то целебных трав, народных методов лечения на сегодняшний день не существует с доказанным эффектом, который бы избавили человека от катаракта. Светлана Алексеевна, уже понятно, что не стоит бояться, не стоит тянуть с операцией. Самое главное, не следует зреть катаракту. Правильно я поняла вас? Правильно. Чем мягче катаракта, тем легче восстановительный период и быстрее восстанавливается зрение. Светлана Алексеевна, наша съемочная группа присутствовала при проведении операции. Буквально 15-20 минут, и человек уже уходит из операционной. А что дальше? Что должен предпринять человек? Каково должно быть его поведение в послеоперационный период? Да, хирургия катаракты занимает, как правило, 15-20 минут под видеоконтролем. Человек находится в клинике порядка двух часов. По приходу домой нужно снять повязку и капать специальные противовоспалительные капли по схеме. И все? И все. Ясно. Светлана Алексеевна, вот присутствовали на операции, а потом напросились в гости к пациентке, которая оперировалась у вас 11 апреля. Давайте посмотрим, как чувствует она себя. Это сегодня Таисия Жук ведет активный образ жизни. А еще неделю назад все было иначе. Передвижение на ощупь. Работа по дому выполнялась с трудом. О чтении думать не думалось. Все это последствия черепно-мозговой травмы, которая дала осложнение на глаза. В результате катаракта левый глаз не видел вообще. Ничего абсолютно не могла видеть левым глазом. Ничего. Больше двух лет ходила вот так вот. Потом взяла сейчас отпуск. И во время отпуска, думаю, схожу в это новое зрение. Пришла. Мне объяснили, рассказали. Ну, решила. Решила вот прооперироваться. Сейчас довольна, как прошла операция? Операция прошла великолепно, замечательно. Конечно же, катаракта была очень зрелая. Такая была зрелая. Вы зрели уже. Что доктор был. Немножко ругала, что поздно пришла. Немножко поздновато. Но нельзя было раньше. Но никак не получалось. Операцию делали 11 апреля. На период съемки и недели не прошло. А качество жизни изменилось стократно. Болезненных ощущений никаких. Таисия Ивановна занимается любимыми делами. А самое главное, дочке Марине может помочь уроки проверить. Вместе почитать любимые книжки. Современные технологии. Волшебные, волшебники, доктора. Все это сделали свое дело. Все видите? Все вы как будто так и зубы. Все, все вижу. Все четко, ясно. Все видно. Все хорошо. Что скажете нашим докторам? Ой, большое им спасибо. Низкий, низкий поклон. Дай Бог им еще много-много. Работать и помогать людям. Открывать глаза людям. Светлана Алексеевна, как будто у Таисии Ивановны и не было какой-то операции. Чувствует она себя превосходно. Бурные аплодисменты докторам нового зрения. Но, как мне известно, клиника «Новое зрение» специализируется не только на возрастной катаракте. Да, правильно. Наша клиника берет тяжелые случаи, осложненные, когда катаракта сочетается с глоукомой. Мы делаем одновременно хирургию одномоментно. Глоукома и катаракты, в том числе с имплантацией дренажных устройств. Мы оперируем катаракту при осложнениях высокой миопии и дальнозоркости, при астигматизме, при слабости связочного аппарата, ригидных зрачках и другой особенности строения глаза. Нужно сказать, что современная хирургия катаракты одномоментно является рефракционной хирургией и коррекцией при сбиопии. То есть, во время хирургии катаракты мы можем вернуть молодые годы и сделать так, что очки и контактные линзы могут показаться ненужным атрибутом. Да, сегодня уже все возможно. Светлана Алексеевна, мне очень нравится, когда после операции пациент говорит, восклицает, просто не говорит, а восклицает. Доктор, я вас вижу. Давайте посмотрим еще один сюжет. Мне кажется, что в таком возрасте прозреть дорогого стоит. Матрена Степановна Громова в клинику «Новое зрение» приходит уже во второй раз. Предстоит опираться на второй глаз. Первую сделали 11 апреля. Как показал послеоперационный осмотр, проведенный через неделю, зрение восстанавливается. 7, 9, 5, 8. 2, 4, 7, 8, 5. 7. Неделя прошу. Неделя, 7. Еще рановато, месяц же восстанавливается. Спасибо. Всем дай Бог здоровья. Это не врачи, а это боги. Матрена Степановна в этом году отметит свое 95-летие. Активная, разговорчивая, любознательная женщина радует близких трепетным отношением к каждому члену семьи. И они отвечают ей огромной любовью. Беда была одна – отсутствие зрения. Диагноз врачей – катаракта на оба глаза. В марте месяце мой сын прочитал на сайте, что есть акция делать лазерную коррекцию зрения. И в марте месяце у него было 6 зрений. И он все время, всю жизнь ходил в очках. У него с детства это. Он пошел, сделал именно в этой же клинике лазерную коррекцию зрения. И у него сейчас зрение единица. Он ходит без очков, поэтому бабушка, смотря на внука, захотела сделать себе операцию. Сюда в клинику новое зрение сделали. Пришли нас очень хорошо, встретили очень хорошо. Начиная с регистратура, начиная с администратора. Очень красиво, все спокойно, тихо, без каких-либо проблем. Нас приняли, нас посмотрели. Посмотрели зрение на очень многих аппаратах. И после этого мы решили делать зрение. У бабушки на левом глазе было полностью 100%, она ничего не видела. На правом глазе 20% зрения. Сейчас у Матрёны Степановны на прооперированном глазу зрение 0,7. Как говорят доктора, через месяц это будет единица. А потому решение оперировать второй глаз не подверглось сомнению. И в 95% видеть нужно все краски мира. После того, как сделали операцию, буквально мы базом, она через полчаса вышла. Все стало хорошо. И на следующий день она уже увидела дома соседние через улицу. На следующий день она уже увидела окна на этих домах. И сейчас, слава Богу, она уже смотрит телевизор без очков. Замечательно. И следующий шаг ваш какой? И следующий шаг мы в этом сегодня мы... Благодаря врачам мы все-таки сделаем еще и правый глаз. И будет бабушка видеть 100% в даль. Спасибо большое врачам и всему персоналу клиники «Новое зрение». Всем жителям города Бреста, Брестской области, даже дальнего зарубежья советую приезжать в клинику «Новое зрение» города Бреста. И всем тем, у кого есть пожилые родственники. Я желаю, чтобы они по моему совету, по совету моих родных, близких, всех детей сделали зрение, и они увидели. Чтобы видели люди лучше. Светлана Алексеевна, вы сегодня в студию принесли какую-то такую интересную коробочку, как я уже понимаю, с линзами. Но очень сложные названия, я их даже проговаривать не буду. Так что же это все-таки такое? Мультифокальная линза имитирует работу природного хрусталика и может корректировать зрение как близь, так и вдаль. Интраокулярные линзы или искусственный хрусталик производятся из гидрофобного или гидрофильного акрила, который абсолютно не чувствуется организмом и не отторгается. То есть операция делается один раз и на всю жизнь. В течение жизни линзу линза замене не подлежит. Производитель дает гарантию на искусственный хрусталик 100 лет. Нужно сказать, что наша клиника выбрана в качестве референтной ведущей английской офтальмологической фирмы Райнер, которая, кстати говоря, в 1941 году на рынок произвела первый искусственный хрусталик. Все расходные материалы производятся в Великобритании. И материалы удостоены премии королевы Елизаветы II за высокое качество. Светлана Алексеевна, а вот там вот в бутылочке, это что такое? Это, наверное, настоящая линза, которая в глазу у человека? Хрусталик? Да, вы правильно сказали. Это хрусталик естественных размеров. Такой он и плантируется нашему пациенту в глаз. Мы показываем пациентам увеличенную модель, чтобы было понятно, как работает оптика искусственная в глазу. Да, современные технологии, конечно, превосходны. Безупречное качество офтальмологической помощи в диагностике и хирургии нашей клинике обеспечивается работой нашего высококвалифицированного персонала в клинике «Новое зрение» в Бресте. Только вовремя выявленная патология может гарантировать вам возврат стопроцентного зрения. Главному правилу предоставления пациентам самого лучшего, что есть в современной офтальмологии профессионалы, нового зрения следует неукоснительно, но и пациентам следует придерживаться некоторых правил. Я имею в виду диагностику, Светлана Алексеевна, при первых признаках недомогания, какого-то дискомфорта. Верно, думаю? Лучше лишний раз перестраховаться, прийти на контроль, на скрининг, осмотр, чем запустить патологию и потом жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Да, предупредить болезнь лучше. Светлана Алексеевна, спасибо большое за столь познавательный и интересный разговор. А нашим зрителям хочется процитировать немецкого врача Гельмгольца. Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром и чудеснейшим произведением творческой силы природы. Берегите этот подарок. Пришло время прощаться. И помните, всегда есть что противопоставить недугу. Вам здоровья. До свидания. До свидания.